За 23 года на фестивале «Пикейные жилеты» выступило более сотни украинских и зарубежных музыкантов. Для некоторых это первый выход на большую сцену. Мы впервые выступали на такой сцене, такого уровня. Надеюсь, не последние. Ну, было просто супер. Я считаю, что «Пикейные жилеты» поддерживают именно ту традицию ракешную. То есть не смешанные поп-роковые коллективы, которые у нас принято называть роковыми коллективами. То есть это настоящий именно ракешный фестиваль. Поэтому, возможно, Одесса и может получить титул рок-столицы. Неотъемлемая часть любого рок-фестиваля – это байкеры. С каждым годом все больше попсы, а нормальных групп меньше. А нормальные группы – это какие? Ну, те же «Крылья Николаевские», не знаю, «Мастер». Ну, не мы выбираем. Я очень люблю рок. Моя семья вся любит рок. Мы без него не можем жить. Это наша жизнь. Меняется музыкальная мода, меняется публика. Но до сих пор на каждом концерте можно встретить этих ребят в джинсовой куртке и с ракетом. Рок-н-рух всегда жив! Есть в этом что-то волшебное, не поддающееся анализу. Мое пожелание только, чтобы голод наконец обратил внимание не только на вот эти все аркадийские дискотеки и все прочее. Обратил внимание на то, что у нас нету постоянно действующего центра молодежной культуры. Завершился фестиваль по традиции песни «Прогулка по Одессе» и выступлением хедлайнеров группой «Скрябин» и «Чичерина». Дмитрий Долматов, Олег Шпак, Новая Одесса.